Сойка пересме... Короче, Сойка пересменщица... Да б***ь! Слойка! Сойка пересмешни... Всем привет, с вами Киноборода. Я ходил в кино, что я посмотрел? Сойка пересмешница, часть вторая. То есть чисто технически это не вторая часть как отдельный фильм, это просто вторая половина одного большого фильма, который называется Сойка пересмешница. События прям там и продолжаются, во второй части, где они закончились в первой, без всяких предысторий и объяснений, и что почем, и почему, и кто есть кто. Сегодня мы обратим наше оружие против Капитолия. То есть если вы не видели предыдущие голодные игры, или хотя бы первую часть Сойки пересмешницы, то здесь вам будет немножко трудно понять вообще, что происходит. И прежде чем на него пойти в кино, а на него нужно идти именно в кино, потому что он зрелищный, я вам советую посмотреть несколько вещей. Во-первых, желательно, но не обязательно, это первые две части голодных игр. Во-вторых, первую половину фильма Сойка пересмешница. И в-третьих, очень-очень личные фотографии Дженнифер Лоуренс, которую хакеры украли с ее телефона и выложили в сеть. Потому что, посмотрев их, вы будете гораздо больше сопереживать главной героине. Кстати, о Дженнифер Лоуренс. Она не дочка режиссера этого фильма, Фрэнсиса Лоуренса. Они просто однофамильцы. Это так вам, информация, чтобы поумничать. В двух словах сюжет таков. Дженнифер Лоуренс, став символом революции, пытается пробраться в Капитолию, чтобы замочить самого главного. Ну и ясен пень. Одни ей в этом помогают, а другие ей в этом мешают. Несмотря на кажущуюся простоту сюжета, там много прикольных моментов. Во-первых, там все время что-то происходит. Если это не какое-то действие, то это какие-то прикольные выяснения личностные. Если это не личностные выяснения, это какие-то интриги, которые кто-то плетет. То есть, все время на разных уровнях там есть какое-то действие. А во-вторых, несмотря на то, что он идет почти два с половиной часа, и это уже четвертый фильм «Голодных игр», все равно создатели нас умудряются чем-то удивить. Молодцы. Он сделан масштабно, чистенько, не складывается ощущение того, что где-то экономили. Но одна вещь реально мне била по глазам. Я понимаю, что автор романа – женщина, и она хоть как-то пытается противодействовать мужскому доминированию в социуме. Но такое огромное количество женщин на руководящих должностях в армии, вообще в дистриктах и, ну, в общем, во всем фильме, знаете, оно как-то вот кажется чуть-чуть нарочитым. А те мужчины, которые играют в этом фильме более-менее значимые роли, либо жуют сопли, либо просто подонки. Не обращайтесь. Игра не окончена. Это фильм – хорошая альтернатива всему остальному, что идет в кино. Ну, можно сходить. Но две вещи меня просто выкосили к х**ам. Во-первых, это ее бесконечный колчан на 800 миллионов стрел. Она вот все это время, она пока там бегает, она просто так… Стрелы со взрывчаткой, стрелы обычные, стрелы с огнем и просто не переставая. Не переставая. И стреляет, и стреляет. А знаете, что при этом всем самое прикольное? Она такая, а, она же еще не промахивается никогда. Такая, туда, сюда, но это отдельно. Но самое прикольное в этом всем, что тетиву она заводит за щеку. Вот она так натягивает, и так за щеку, и за нос. И так смотрит. Такая. Такая. И когда она ее отпускает, ну, по логике вещей, тетива должна ей срезать полщеки и нос. Ну, нет. Ну, нет так нет. Но перед тем, как вы пойдете в кино, обязательно подпишитесь на наш канал. YouTube не разрешает вставлять ссылки на сторонние ресурсы в видео, поэтому в описании мы для вас собрали все ссылки, которые ведут на наши инстаграмы и фейсбуки и контакты и все остальное. Поэтому просто вниз прокрутите, там эти все ссылочки есть, и вы можете подписаться. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!